SCP-3930 Крикун в структуре Объект номер SCP-3930 Класс объекта неприменимо Особое условие содержания Персоналу, назначенному на работу с SCP-3930 Следует контролировать периметр S5C9 Установленный вблизи города Усинск, Россия И выполнять приказы руководства местной базы До сведения сотрудников, назначенных на работу с SCP-3930 Следует доводить, что за периметром ничего не существует Так как SCP-3930 не существует Описание SCP-3930 не существует Остальная часть данного документа засекречена И доступна только с уровнем допуска 5-3930 Предупреждение от администратора документа Только 7 живых физических лиц имеет доступ к данному файлу Модифицированы особые условия содержания В целях непрерывного содержания SCP-3930 Всем сотрудникам, назначенным на работу с этим объектом За исключением тех, кто имеет доступ к данному документу Важно осознавать, что SCP-3930 не существует И никогда не существовал Сотрудников, назначенных на SCP-3930 И утверждающих о существовании SCP-3930 Следует назначить на другой объект С подтверждением полного психологического осмотра Цель осмотра удостовериться в понимании Сотрудникам того факта, что SCP-3930 не существует Сотрудников, которые по тем или иным причинам Не могут соответствовать этим требованиям Следует передавать введение научного руководителя По 3930 для устранения Всем сотрудникам, назначенным на SCP-3930 Следует понимать, что невзирая на любые документы или приказы Которые могут подразумевать противоречия их пониманию объекта SCP-3930 не существует SCP-3930 содержится по месту обнаружения Доступ к области, содержащей SCP, строго запрещен Вокруг SCP был создан охранный периметр Диаметром приблизительно 1 км Любое неавторизованное лицо, пересекающее периметр С целью достижения SCP немедленно устраняется 7 лиц, имеющих доступ к данному документу Имеют абсолютную исполнительную власть над содержанием SCP-3930 И главенствуют над персоналом, назначенным на работу с SCP-3930 Процедурой содержания SCP-3930 является его непрерывное несуществование Описание SCP-3930 является статичной пустотой Находящейся внутри периметра диаметром 1 км рядом с городом Усинск, Россия Основанным советскими учеными в начале 1970-х годов SCP-3930 не испускает света или звука Не имеет формы, размеров или текстуры А объект невозможно пройти С ним невозможно взаимодействовать и управлять им Благодаря масштабным исследованиям с применением большого количества различных методик Исследователи фонда смогли подтвердить на 99,999, что абсолютно ничего не существует в области Названный SCP-3930 Несмотря на это, субъекты, подверженные воздействию SCP-3930, всегда утверждают Что в данном несуществующем пространстве имеется флора и фауна Схожая с таковой в окружающей местности А также некоторая постройка На данный момент неизвестно, как индивидуумы способны воспринимать SCP-3930 Но было выдвинуто несколько гипотез Поскольку через SCP нельзя пройти или взаимодействовать с ним Так как SCP не является существующим То существующие в реальности предметы или одушевленные существа Не могут войти в этот SCP Несмотря на это, при приближении субъекта к границе SCP-3930 И попытке войти внутрь Сторонние наблюдатели воспринимают эти действия субъекта В момент, когда живое существо пересекает несуществующую границу SCP-3930 Оно перестает существовать Несмотря на это, наблюдатели продолжают воспринимать прошедшее в этот SCP существо некоторое время Но через неопределенный промежуток времени перестают В итоге, SCP-3930 не существует Этот SCP-объект не является физическим местом, точкой во времени, сингулярностью, вакуумом, экстромерным пространством, переходной структурой и не подходит под любое соответствующее описание Так как описание подразумевает существование А этим качеством данный SCP-объект не наделен Нельзя сказать, что SCP-3930 чем-то является Несмотря на его воспринимаемые свойства Так как данный SCP-объект не существует То он не может содержать что-либо существующее По этой причине, все, что пытается пересечь его границы Также перестает существовать Несмотря на все сказанное выше Люди по-прежнему считают, что SCP-3930 воспринимается сознанием Это распространяется и на предметы, ставшие несуществующими по вине SCP-3930 Отдельно стоит отметить, что на определенные атрибуты этого объекта Воспринимаемые разумными существами влияет количество субъектов Которые как информированные о SCP-3930 Так и понимают, что осознанное восприятие влияет на объект Воздействие человеческого восприятия на воспринимаемые свойства данного SCP Не купируется ни амнезиаками, ни даже биологической смертью Единственный метод повлиять на природу воспринимаемых свойств Это прохождение ранее воспринявшего SCP-3930 человека внутрь И становление несуществующим Эти действия сказываются на SCP-3930 не сразу и ослабевают со временем Стабилизируясь по прошествии примерно 31 дня Наибольшее количество лиц, осознающих существование SCP-3930 При котором пустота сохраняет стабильность 10 человек 7 из них включены в условия содержания 2 зарезервированы в целях исследований И 1 на случай возможного вмешательства гражданских Приложение 3930.1 Обнаружение Записи о первоначальном обнаружении SCP-3930 Были утеряны из-за утраты единства работы между советскими спецслужбами Но полагается, что данный объект был неоднократно обнаружен различными лицами Которые не существуют в средстве попытки взаимодействовать с ним Примечательно, что при распаде Советского Союза SCP-3930 был известен только государственным ученым и исследователям Считается, что отдел по игру не поставили в известность о существовании данного объекта Если государственные ученые знали истинную природу SCP-3930 То, скорее всего, это было сделано намеренно Количество личностей, которые осознавали SCP-3930 До введения в действие актуальных условий содержания неизвестно Согласно архивным записям Для государственных ученых было крайне затруднительно Одновременно сдерживать аномалию и исследовать ее Недостаточное понимание аномальных свойств SCP-3930 Привело к значительным жертвам Тем самым усугубив ситуацию с SCP-3930 К тому моменту, когда оперативники фонда обнаружили SCP-3930 В живых осталась лишь небольшая часть незначительной научной группы Остальные прекратили свое существование в объекте Реализация текущих условий содержания SCP-3930 Также, к сожалению, была сопряжена с человеческими жертвами Приложение 3930.2 протокол исследования Исследование SCP-3930 невозможно, что следует из выведенного ранее понимания Тем не менее, наблюдатели вне объекта способны воспринимать субъектов, попавших внутрь объекта И как следствие переставших существовать А также получать от них аудиосообщения Примечательно, что аудио и видеозаписывающая аппаратура Перестает работать должным образом поблизости от SCP Видеокамеры не могут записать то, чего не существует А видеозаписи объекта подвержены тем же аномальным искажениям зрительного восприятия Что и прямое наблюдение SCP-3930 Такая же аномалия наблюдается и в аудиозаписях По сути, все аудио и видео оборудование перестает функционировать В момент вхождения в объект Но несмотря на это, с точки зрения наблюдателей Оно продолжает работать в штатном режиме Даже если эта противоречивость оказывается замеченной К примеру, сигнал тревоги или предупреждения, что оборудование дало сбой Или было отсоединено от источника питания Ниже приведена расшифровка аудиозаписей, выполненной 3930-7-4 Четвертого по счету сотрудника фонда, занимавшего должность Седьмого индивидуума, имеющего доступ к данному файлу Во время записи данного протокола Тот говорил в микрофон, получая ответ А затем повторял ответ в другое записывающее устройство Стоит заметить, что с точки зрения сторонного наблюдателя Данный документ является разговором между 3930-7-4 и другим человеком Который не существовал во время записи данного протокола Вследствие чего тот проговаривал реплики обеих сторон 3930-3-3-3 отвечал за проведение данного события И подтверждал точность полученных ответов А также выполнил проверку протокола, приведенного ниже Начало протокола Хорошо, Д-124, начинайте движение вперед Можете рассказывать, что вы видите перед собой Д. Деревья, лес, дробь 4 А. Какие-нибудь животные? Д. Нет, дробь 4 Хорошо, продолжайте движение Вы приближаетесь к границе аномалии Вы видите что-нибудь необычное? Д. Нет, не вижу Все В этот момент Д-124 исчезает в SCP-3930 и перестает существовать Устройствами записи было подтверждено, что радиоприемник прекратил функционировать Дробь 4 и дробь 3 этого не заметили Д. Ну еще деревья, кусты и просто лес Дробь 4 Продолжайте движение Д. Эй, погодите-ка, тут что-то есть на поляне какое-то здание Дробь 4 Можете описать? Д. Да, оно низкое Мне показалось, что у этого здания на фасаде много всякого чего-то Кажется, это многоквартирный дом Он очень заросший, как будто давно заброшен Дробь 4 А насколько он большой? Д. Ну не знаю, может метров 30 в длину Я насчитал 6 дверей на этой стороне Похоже, в дальней стороне дом загибается вбок Дробь 4 Войдите в него и продвигайтесь вперед Д. Хорошо Кстати, я только что кое-что заметил Я слышу звук, но очень тихий Сначала я подумал, что это шум травы на ветру Но он определенно звучит иначе Дробь 4 На что похож этот звук? Д. Честно, не знаю Он неотчетливый Дробь 4 Понятно, держите нас в курсе Д. Хорошо, я у здания Это точно многоквартирный дом деревянный Белые стены, коричневые двери Деревянная тут это По-моему, еще одна постройка есть Может офисная? Дробь 4 Можете открыть какую-нибудь дверь? Д. Я попробую Подождите Это закрыто Другая тоже Подождите Я смотрю в окно, пытаюсь разглядеть, что внутри Но, эм, там темно Я ничего не вижу из-за занавесок Дробь 4 Попробуйте открыть другие двери Д. Ага О, открыто, посмотрим Здесь точно? Ох Давно точно никого не было Темно и пыльно Квартира маленькая С одной спальней, я думаю Мебели немного Пара стульев и книжный шкаф Правда, без книжек Посмотрю-ка я спальню Двуспальная кровать Комод с выдвижными ящиками Они... они пустые Кровать заправлена Шторы задернуты Подождите Звук распахивания штор Из окна видно другую, эм, другую часть поляны Это здание похоже в форме большой буквы L Немного уходит вон в ту сторону Дробь 4 Говорит не в микрофон Можешь выключить свет, он нахрененно яркий Д. Продолжает обыскивать комнату и ванную в течение следующих пяти минут Затем дробь 4 просит его выйти из квартиры Д. Ага, хорошо, я сейчас Подождите Дробь 4 В чем проблема Д. Я... я ведь открывал шторы Дробь 4 Что? Д. Тьма Блять, я имею ввиду, что раздвинул шторы, когда зашел в спальню Дробь 4 Этого я не могу знать Я не... Д. Да я точно это сделал Четко это помню Потому что посмотрел через окно Я открыл эти шторы Здесь есть еще кто-нибудь? Дробь 4 Нет, у нас нет оснований так считать Д. Тогда что закрыло эти гребаные шторы? Почему они закрыты? Дробь 4 Мы этого не знаем Д. Конечно, вы этого не знаете Но, чувак, я их точно открыл Потому что я встал вот сюда Осмотрелся И я сказал... Эм... Я сказал, что там еще кто-то есть Или... Я не помню, что... Я не помню, что я говорил Может, я ошибся Стремно тут Дробь 4 Повторите Д. Да ничего, просто думаю Продолжите дальше Следующая квартира выглядит так же Хотя она расположена назад от другой Где я уже был Тут есть телек Дробь 4 Телевизор включен Д. Что? А, не Тут неделями никого не было Может, годами Я не думаю, что это... А знаете что? Телек еще теплый Я здесь не первый прохожу А что, если я... Дробь 4 Что там? Д. Я его включил Но это... Странно Каналы сами переключаются Черно-белые изображения Картинки Волны задом наперед Зеркала и лица Погребальный костер И все возвращается к одной картинке Черный задний план С... С... Темными меняющимися фигурами Их несколько И они очень маленькие Сложно разглядеть Появляются и исчезают Вы это слышите? Дробь 4 Нет, не слышим Д. Опять этот звук Он исходит не от телека Может, снаружи? Здесь... Дробь 4 Повторите Д. Д просто прозвучит безумно Не знаю, но клянусь Я зашел в комнату Через дверь в этой стене Но сейчас двери нет Вместо нее окно Дробь 4 Можете посмотреть наружу? Д. Да, могу Окей Это тоже прозвучит безумно Но я не могу открыть шторы Когда их раздвигают То за ними еще одни А за ними еще одни еще Дробь 4 Из комнаты есть выхода? Д. Здесь В этот момент в той же комнате Мобильно-исследовательской станции Где находился Дробь 4 и Дробь 3 Зазвонил телефон Дробь 3 Решил ответить на звонок Одновременно с этим Дробь 4 Услышал другой телефонный звонок Доносящийся из радиопередатчика Рядом с Д Д Здесь звонит телефон Я не помню, чтобы здесь был телефон Подождите-ка Дробь 4 Эй, не трогай Дробь 3 Говорит в унисон Алло Да, мы наблюдаем Слушаю этот разговор Вы меня слышите? В этот момент Дробь 4 замечает Сильное эхо Исходящее от передачи КД Дробь 3 Говорит в унисон Алло-алло Вы меня слышите? С кем я говорю? Кто это? Дробь 4 Эй, повесь трубку Повесь эту чертову трубку Дробь 3 вешает телефонную трубку И кажется запутанным И дезориентированным На другом конце радиопередачи Д также находился в замешательстве Д Что это было? Вы это все слышали? Дробь 4 Д 124 Из комнаты, где вы находитесь Есть другие выходы? Д Да, есть лестничный пролет Я могу попробовать выйти через него Дробь 4 Принято Исполняйте Д Так, я спустился вниз по ступенькам И сейчас я в другой комнате Не, погодите В другой? Эй, чуть не забыл сказать У меня какое-то чудное ощущение По коже Дробь 4 Что вы имеете ввиду? Д На ощупь как мел И когда я провожу ладонью по руке Она как будто Не знаю как описать Как будто исчезает на минуту Дробь 4 Принято к сведению Можете описать, что вас сейчас окружает Д Здесь такой же диван, как и в прошлой комнате Но немного отличающийся Может она другого размера Выглядит немного больше И вещи находятся дальше друг от друга Дробь 4 Можете вернуться на лестницу? Д Лестницу Дробь 4 Лестницу, по которой вы спустились вниз Д На какую лестницу? Дробь 4 Вы спустились вниз по лестнице, чтобы попасть в эту комнату? Д Нет, я сюда вот через дверь зашел Странно, она закрыта Кстати, вы уверены, что не слышите этот шум? Дробь 4 Опишите, что за шум вы слышите? Д Он похож на помехи Слышать доводилось? Дробь 4 Конечно Д Иногда вы слышите звуки в белом шуме, да? Ваш мозг заполняет пробелы в нем Этот звук похож на тот, который создает мозг, только без помех Он не очень громкий, но довольно заметный Я считаю... Дайте подумать Здесь где-то была дверь Я осмотрюсь Д124 продолжает искать выход из комнаты, где он находился На протяжении последующих 4 часов, несмотря на попытки контрольной группы помочь Д покинуть помещение, он не может это сделать Д Я снова кое-что заметил Я знаю, почему это продолжается так долго Между предметами стало намного больше пространства У меня заняло 10 минут, чтобы пройти от дивана к телеку И 20, чтобы дойти до кухни Дробь 4 Что? Когда это началось? Почему вы не сообщили об этом раньше? Д Ну не знаю Я слышу стук в дверь Подождите-ка Эй, кто там? А, там человек снаружи, он хочет знать, слушаю ли я Дробь 4 А, я слушаю Д Да, я слушаю Хорошо Он говорит, что здесь есть выход М Вниз, сквозь пол Он говорит, что если мне как следует отклониться назад То просто пройду сквозь пол Так что От Д Не было ответа на протяжении 38 минут Дробь 4 и дробь 3 Не разговаривали на протяжении 30 минут Д Белый Шум Дробь 4 Вы все еще там? Д Все намного глубже, чем я думал Кажется, до меня начинает доходить Вы слушаете? Хорошо Слушайте внимательно Я спустился вниз Видите ли, я думал, что вещи, которые я видел Как-то со мной связаны Но это не совсем так На самом деле Я их не вижу Да В этом намного больше смысла Не для меня, но может для вас А может быть это вообще не важно Вы же помните, что я говорил о помехах, да? То же самое происходит и с моими глазами Заполнение пробелов Дробь 4 Что вы видите? Да Здесь была дыра в мире И это место Туда затянуло Как воду в слив Место с людьми Я это ясно вижу Целое здание, стянутое в крохотный участок пространства Потрескивающееся и сломанное Да 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 Это реакция как противодействие Говорят, что природа не терпит пустоты Но это не так Вот люди Они не терпят Ваши разумы не приспособлены к этому, да? Выглядите на звезды и видите в них всякое Так уж вас заложено Вы ищите смысл и порядок Сугубо человеческая концепция Дробь 4 Вы можете описать место, где вы находитесь? Да Я не нахожусь Дробь 4 Что это значит? Да Знаешь, меня вообще-то нет Как только ты это поймешь, все и закончится Дробь 4 Пойму, что Д Тебе нужно просто отвернуться от экрана И ты перестанешь видеть М Ты перестанешь видеть закономерности Я Если ты отвернешься, то ты перестанешь видеть меня И ты Ты перестанешь слышать меня И то, что я слышу То, что я слышал все это время Да, в этом есть смысл Потому что Если ты моргнешь, то потеряешь это Однажды потеряное, оно становится ничем Так что они пытаются привлечь твое внимание И если они его потеряют, то станут ничем И Дробь 4 Притормозите-ка Мне нужно, чтобы вы Д Нет, нет, нет Отвернешься, и закономерности пропадут Перестанешь вслушиваться, и их станет не слышно Они ничто Теперь и я Разве не ясно? Дробь 4 Они В этот момент происходит просадка напряжения в электросети при активации генератора Дробь 4 и дробь 3 понимают, что радиопередатчик не активен Дальнейшие попытки контакта с Д провалились Конец протокола Приложение 3930.3 Интервью с 3930-1-1 Данная выдержка приведена из интервью, взятого у доктора Андрея Васильева Советского ученого, который исполнял условия содержания SCP-3930 до вмешательства фонда Доктору Васильеву после этого интервью была предложена должность в фонде А через некоторое время он был принят на должность 3930-1-1 Интервьюером был доктор Петр Кузьмин Начало протокола Доктор Кузьмин Что это такое? Доктор Васильев Оно не является чем-то в каком-то смысле, который можно измерить Это статичная, ничем не нарушенная пустота Пространство, в котором ничего не существует Кузьмин А как оно сюда попало? Васильев Мы не знаем Его кто-то нашел То ли из государственных, то ли посторонние Но первыми приехали мы Кузьмин Что вы знаете об этом? Васильев Знаю об этом Что вообще об этом можно знать? Здесь ничего нет Нечего измерять, нечего испытывать Все, что пересекло границу, исчезает и перестает существовать Мы пытались направить военных с записывающей аппаратурой Но всех их постигла одна и та же участь Кузьмин Что случилось с остальной частью вашей команды? Васильев Ааа, все дело в восприятии Проверяй каким угодно способом и все покажет, что там пустота, верно? Но если посмотреть своими глазами Ты увидишь лес, деревья, даже животных Пройди подальше и может увидишь здание или людей Но ничего этого не существует К тому времени, как ты увидишь здание Какого угодно вида Ты уже тоже не настоящий Ты стал не более чем отражением себя Осознаваемым кем-то другим Это штука Это пустота Это ненавидящее зеркало Оно хочет, чтобы в него смотрели И чем больше смотрит, тем злее оно становится Кузьмин Но все же, что случилось с командой? Васильев Нас было слишком много Слишком много Стало глядеть в эту пустоту И она начала кричать Кузьмин Кричать? Васильев Когда ты приближаешься к ней, ты начинаешь ее слышать Так тихо, что можно вообще ничего не услышать Или даже менее того Но есть шум Произошло что-то странное Человеческое сознание в процессе эволюции Приобрело способность видеть закономерности Там, где их нет И будучи направленным в пространство, где нет ничего Разум начинает создавать что-то из ничего Слышно что-то рудиментарное Такое, какое-то неуловимое чувственное восприятие Это вспышка на грани пустоты Она происходит от попытки разума осознать то, чего нет И она ненавидит Кузьмин Ненавидит? Что вы имеете в виду? Зачем ей ненавидеть? Откуда вы это знаете? Васильев Потому что нас было слишком много Каждый член команды был осведомлен о пустоте Каждый пытался осознать ее Эти вспышки Эти крохотные источники крика внезапно они начали Соединятся воедино Не впадайте в заблуждение, доктор Кузьмин Они не существуют Они в сравнении с нейтрино Что нейтрино в сравнении с нами Меньше чем ничего Но каким-то образом они знают о своем отсутствии И они ненавидят Их существование, насколько я понимаю, для них мука Они ненавидят вселенную за существование Они ненавидят себя за существование И они ненавидят нас за то, что мы заставляем их существовать Кроме ненависти у них ничего нет В бездну смотрели достаточно долго и достаточно многие, и что-то оттуда выползло, а потом нас осталось 10. С тех пор аномалия была стабильна. Доктор Кузьмин, что выбралось из нее? Тишина. Кузьмин, как долго вы здесь, Васильев? Десятки лет. Кузьмин, почему вы не просили о помощи? Васильев, как только ты услышал крик, не выйдет раз слышать его обратно. Позвать кого-то на помощь, значит окончательно обречь с человеком. Кузьмин, недавно пропали все из вашей научной группы, кроме вас. Где они, Васильев? Они вошли в пустоту. Кузьмин, зачем? Васильев, нас становится слишком много. Вы привели с собой 12 человек. Нас было 8, но не должно быть больше 10. Как только ты осознал пустоту, разум нельзя заставить ее забыть. Теперь нас 13, но должно быть не больше 10. Кузьмин, вы говорите так, как будто пустота это какое-то разумное существо. Как эта пустота может быть разумной? Васильев, это не одно и то же. Пустота есть пустота, область небытия. Она неизмерима и неизменяема. И мы ничего не знаем о ней. Но эти крикуны в структуре, да, они в какой-то степени разумны. Но они разумны только потому, что они это мы. Они наше отражение в этом ненавидящем зеркале. Что-то происходит вне поля зрения камеры. Доктор Кузьмин отворачивается. Доктор Васильев бросает взгляд на камеру. Хорошо, может что-то еще. Васильев, не должно быть больше 10. Я войду в пустоту. И затем двое из ваших должны проследовать за мной. Кузьмин, а если они не пойдут? Молчание. Конец протокола.